Делегация Ненецкого округа вернулась из Амурской области, где посетила газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс, который возводится в 15 километрах от города Свободный. Инвесторы – крупнейшие российские компании «Газпром», «Сибур» и китайская «Синопек». Здесь будут производить гелий, полиэтилен, полипропилен и другие необходимые в современной жизни химические вещества. Оба проекта дадут мощный толчок к развитию региона. Подробности далее. Климат в Свободном резко континентальный. Зимой до 45 градусов мороза, летом до 40 градусов жары. Редкие виды растительности и животных, плодородные буроземы, река Зея – недалеко процветающий Китай. Несмотря на богатство края до 2015 года, город угасал, бюджет на минусе, молодежь уезжает, работы нет. Надежда появилась, когда на уровне правительства России было принято решение создать в Амурской области большой газохимический кластер. Не просто задарма продавать газ в соседний Китай, а наладить высокотехнологичное прибыльное производство. ГПЗ и ГХК в активной стадии строительства. Этим летом была введена первая и вторая очередь АГПЗ. И до конца текущего года будет введена третья очередь из шести. То есть на 50% завод выйдет на установленную мощность. И, соответственно, все здесь идет в графике. Также проект ГХК идет в графике без сбоев. Метанольный завод в стадии проектирования. Поэтому по части газового кластера все проекты идут в графике. Я надеюсь, что в 2024 году мы сможем также увидеть непосредственно результаты от этой работы. А результаты будут в том, что порядка 5000 человек будут работать на этих предприятиях. И с огромным мультипликатором, потому что, соответственно, отрасль обслуживающая, энергетика, транспорт, малый бизнес, общепит и так далее. Это все еще даст коэффициент, как минимум, умноженный на 10 по этим заводам. Площадь одного из комплексов около 325 гектаров. Среди передовых технологий, применяемых в свободном, замкнутая система водооборота. Возобновляемые источники энергии. Факелы бездымного типа. Все то, что позволит минимизировать отходы и снизить выбросы парниковых газов. На Зее для доставки грузов построили причал. Для этого углубили дно. Для отходов возвели отвечающим всем современным стандартам полигон твердых бытовых отходов. Подобные технологии будут применяться и на метанольном заводе, который планируют построить в Ненецком округе. С точки зрения экологии, с точки зрения практических знаний по работе с экологическими вопросами, хотел бы отметить, чем выше технологический уровень производства, тем ниже риск экологических аварий, тем выше качество экологической работы на предприятиях. Любое высокотехнологичное производство предусматривает достаточно большое количество, скажем так, страховочных элементов по недопущению каких-то критических ситуаций. Что касается непосредственно метанола, но любое химическое вещество, которое используется в нашей жизни при неправильном его использовании, может дать какие-то плачевные результаты. Вопрос об экологии в свободном тоже встал одним из первых. Местное население переживало за окружающую среду и свой привычный уклад жизни. Для решения этой проблемы заводы инициировали создание общественного совета, который стал площадкой для обсуждения актуальных тем. Проводником между общественностью, органами власти и заводчанами. За пять лет существования было сделано немало полезных дел, но самое главное, он помог переломить ситуацию. Негатива стало намного меньше, а благодаря инвестициям город преображается на глазах. Это самый, наверное, эффективный способ налаживания взаимодействия между местным сообществом, администрацией и строительством заводов, либо заводов, которые эксплуатируются, уже в эксплуатации находятся. Потому что это одна из форм понять, что происходит на территории, какие изменения нас ожидаются, с какими проблемами мы сталкиваемся, как решить эти проблемы, какие способы решения могут видеть местные жители, либо может предложить территориально тот же завод или то предприятие, которое находится на этой территории, от которого зависят эти решения. Амурская АГКХ и ГПЗ вносят немалый вклад в развитие инфраструктуры города. Есть целая программа развития свободного, одобренная президентом России. В ней новые спортзалы, школы, детские сады, парки и другие необходимые соцобъекты. Работает программа поддержки малого и среднего бизнеса. Благотворительные проекты. Наверное, первое взаимодействие – это то, что мы помогаем правительству и администрации города реализовывать программу социально-экономического развития города свободной. Данная программа написана, была подготовлена еще до 2020 года, и мы активно включились в данную реализацию, помогая городу реализовывать проекты по капитальному строительству. То есть это объекты крупной масштабной социальной инфраструктуры, такие как школа, такие как Перский водозабор, Дворец культуры железнодорожников и ряд объектов по благоустройству улиц города Свободной. Опыт Свободненского общественного совета серьезно заинтересовал ненецких делегатов. На встрече с активом было много вопросов. Продолжилась беседа и за чаем. Подобный коллегиальный орган по проекту строительства газохимического комплекса в Ненецком округе появился и в Заполярном районе. Некоторые участники делегации уже готовы вступить в его состав. Мне было очень интересно узнать, есть ли опыт строительства данного завода, ну да, данного завода все-таки правильно бы сказать, в условиях Крайнего Севера. Да, оказывается есть, тут как бы все нормально. Мне все же немножко непонятно по поводу ледокола, все время курсирующего. То есть я переживаю также за наших рыбаков, которые будут ездить на снегоходе. Им тяжело будет пересечь реку Печора, да, ниже поселка Красного. Вот. Также немножко непонятно будут идти газопроводы. Вот. То есть какие-то будут моменты, они пробурю будут пускать под землей, да, где-то будут наверху. Ту информацию, которую мы хотели, мы получили. Выводы будем делать позже, я думаю, что и вся делегация со мной согласится, что даже вот сейчас на данном этапе у всех сложилось разное мнение. Вот. И будем как-то переходить, будем общаться, будем эту информацию преподносить уже дальше. Каждый желающий может войти в состав общественного совета. Необходимо на сайте Заполярного района написать сообщение на электронную почту о желании участвовать в работе этого коллегиального органа. Первое заседание совета пройдет уже в начале февраля. Иван Никонов, Светлана Третьякова, Максим Шейкин. Специально для телеканала «Север».